Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет моделирование и раскрой платья очень интересного, с рельефами. На мне сейчас первая примерка. Первая примерка это говорит о том, что после того, как раскроили все из ткани, сметали и одели на себя. То есть я ничего не утюжила, я посадки, корректировки никакие еще не вносила. Вот как вот я его сейчас вот разрезала с металла, так я и получила. Почему я сейчас акцент на это и упор рассказываю в самом начале видео, потому что вы будете писать. Выточки не видели утюга? Да, не видели, потому что я еще ничего не утюжила. Это все правильно. Также вот смотрите, видите, у меня уже начало распарываться. Это тоже нормальное явление, потому что я там сильно таких закрепок и узлов не делала. Итак, о платье. Оно у меня из катона, расход ткани здесь одна длина, катон из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочку оставим в описании. Этот магазин не имеет своего сайта, у него есть страничка в инстаграме и фейсбуке и отправка по всему миру. Задавали вопросы после обзора тканей, как заказать? Пишите личным сообщением, они сразу же быстро отвечают. Итак, по этому платью я вам покажу технический рисунок, какие здесь рельефы, чтобы было все понятно и хорошо. Но у нас вот здесь идет рельефик. Вот смотрите, он вот так вот сужается по линии талии, расходится по линии груди и можно сказать как бы в кокетку. Вот у нас еще от самой горловины идет еще один вот такой вот рельефик. И вот здесь вот я добавила еще пару выточек. Смотрите, вот здесь вот идет вот где горловина, при желании, если мы с вами немножко саму серединку вот так вот срежем еще больше, то мы получим вот такой вот интересный вырез. Можно его таким вот сделать еще. По спинке идет шов, две выточки и все. И больше ничего нет. Конечно, я еще буду корректировать. Вот здесь вот я вижу, у меня такие заломчики пошли, потому что вот я тут выточку одну послабила, а я ее чуть-чуть больше как бы уберу и тогда у меня все уходит. Когда вы задаете вопросы, там пошли заломы, как исправить? Вот как исправить, вы должны увидеть это на себе. То есть вы увидели что-то где-то, возьмите с одной стороны, с другой стороны. То есть вот вы пальчиками берете и смотрите, как у вас уходит дефект. Потому что вот когда вы пишете, пошли какие-то заломы, как убрать, как шов переместился, не видя изделия, подсказать очень-очень сложно. Кстати, под это платье, сейчас показываю вам, значит вот у меня будет платье и вот такой вот будет летний легкий жакетик. Он будет без подкладки, он будет у меня такой коротенький. И этот жакетик я потом планирую носить еще и с другими изделиями. У меня есть еще такие бирюзовые брючки, у меня есть такого голубого цвета еще джинсы. Ну и сюда можно это платье, синие брюки, оранжевые юбки, что-то желтое, что-то зеленое. Здесь такой красивый принт. Кстати, это тоже из магазина Тори Ткани. И я покупала это как изначально, как комплект видела, эти две ткани. Сейчас рассмотрим технический рисунок и приступим к моделированию. Еще раз повторюсь, на мне первая примерка. Итак, вот у нас рельефы идут. Смотрите, обычно вот этот вот рельеф, который мы сделали, он идет где-то от проймы. Но мы сделали вот так вот кокетку в линию горловины. И вот у нас пошли рельефы, добавились вот здесь вот вытачки. Кстати, их можно не делать. Могут быть просто одни рельефы и вытачка глубже. И то, что я вам говорила, вот если мы вот здесь вот эту часть срезаем, вот так вот. То есть углубляем. То у нас, смотрите, получается вот такой вот интересный вырез. То есть вот этой тогда линии, представьте, что ее нет. Можно сделать вот так. Для моделирования используем выкройку основы. У кого ее нет, ссылочка есть в описании. Можете самостоятельно построить. Итак, по спинке у нас ничего такого как бы неординарного не будет. Все будет вполне обычно. Значит, спинку я сейчас по линии горловины немножечко расширяю. И расширяю я ее вот так вот сантиметра на три. И углубляю сантиметра на три. При желании можно углубить еще больше. Вытачку я делать не буду. Поэтому я ее вот так вот как бы зачеркиваю. И сейчас я должна буду, конечно же, раствор вытачки убрать по плечевому срезу. Значит, вот у меня получается два сантиметра. Почти два, да? Сколько тут? Один и девять. Ну, вот так вот один и девять я убираю. И приоткрываю еще на сантиметр. То есть вот это то, что я убрала. Раствор вытачки и еще плюс сантиметр. И вот мы получаем с вами вот такую вот новую линию проймы. Визуально, если вот так вот посмотреть, то вот идет как раз ширина по линии плеча будет составлять 8 сантиметров. Сейчас я беру сразу полочку и вытачку временно переношу в середину переда. Разрезаю. Здесь все заклеиваем. Здесь можно сразу вот так вот взять и заклеить одной полосочкой. Сразу прикладываем и видим, насколько нам нужно будет срезать. Раз. И вот так вот. Приоткрываем пройму. Теперь линия горловины. Я линию горловины буду углублять вот здесь вот тоже, пожалуйста, по желанию, по усмотрению. Я ее углубляю, ну, сантиметров на 7 точно. И вот так вот прорисовываю. Теперь следующую линию, которую я буду делать, я беру сантиметров, наверное, 7, вот так вот опускаюсь ниже. И вторая линия вот у меня будет идти к линии горловины. Вот такая вот скругленная. Теперь значит, вот я прорисовала вот такую вот линию. Срезаем все лишнее, чтобы нас не путаться. Итак, здесь я опустилась на 7 сантиметров. Здесь я обрезала тоже, кажется, 7 сантиметров, да? Да, тоже 7 сантиметров. И от середины переда, вот так вот, если я возьму сейчас от середины переда, то практически, да, почти на 7 сантиметров, ну, чуть-чуть, на 6 с половиной получается я отступила. Следующее, что я буду делать, это идти через вершину вытачки. Сейчас вытачка у нас будет вот сюда перенесена, то есть вот так вот я провожу. Ну, сейчас смотрите, насколько мы хотим приподнять вот эту линию, посмотрите сами. Я ее, ну, приблизительно почти разделила пополам. Вот я через вершинку прохожу. Теперь я беру линию талии. И по линии талии, ну, смотрите, моя линия талии сама по себе, она вот у меня. Вот здесь вот. Но я беру, как бы, не там, где у меня балансовая. То есть это, это можно взять где угодно. Значит, я беру буквально вот так вот, ну, наверное, сантиметра 4-4 с половиной, вот так вот. И сейчас к этой точке вот так вот вывожу. Затем по линии бедра я вот так вот возьму сантиметров 8,5-9. И вот у меня далее будет вот так вот фигурная линия идти. А здесь уже по прямой. Вот таким вот образом мы с вами нарисовали фигурную линию. Дальше. Выточка. Вот здесь можно поступить двумя способами. Можно выточку перенести вот сюда, вот этот изгиб. Можно выточку перенести частично в изгиб, частично вот здесь расположить ближе к боковому срезу. Это уже смотрите по своему желанию и по вашему усмотрению, как у вас это будет идти. Вот как хотите, так и делайте. Можно поступить еще одним способом. Можно вот эти выточки вот сюда вот, допустим, перенести. Вот так вот, чтобы они были, допустим, вот косыми к линии там, где мы с вами все-таки прорисовываем рельеф. Но если бы рельеф прорисовывался от линии горловины, вот так бы шел более тоненький, то он бы интереснее смотрелся. Давайте вот здесь вот сейчас я выточку закрою, вы меня поймете, о чем я говорю. То есть, если бы мы с вами рельеф рисовали более тонким, и он шел бы у нас от линии горловины, ну допустим, вот так бы я брала, да, и вот так вот я его бы ввела, а потом бы на расширении, то мы бы могли даже выточку вот сюда вот перенести, и была бы такая еще одна линия. Саму выкройку, которую мы получили вот в таком виде, можно ее вот так вот и использовать, да, зашивать вот здесь вот и дальше, прошивать, но при этом нужно хотя бы на сантиметр еще вот сюда вот сделать подрез, то есть разрезать. Но я хочу полностью вот эту линию, она у меня будет разрезаться. Поэтому вот здесь вот я пишу плечевая линия, для того, чтобы мы не путали. Так, теперь выточка, которая имеется, будет переноситься, и я сейчас отображаю выточку, вот она у меня начинается, вот заканчивается. И полностью мы можем с вами взять и измерить, допустим, вот здесь вот 3 сантиметра, вот я эти 3 сантиметра повторяю. Она вот здесь, на этой точечке у нас получается 2 и 2, значит, вот так вот. Мы можем ее сделать более мягкой, можем ее повторить такая, какая она есть у нас, как она имеется. Вот сейчас я ее вот так вот практически, видите, вот она у меня перенеслась. То есть вот эту выточку я уже делать не буду. Все можно брать, вырезать. Какие еще мы можем здесь, что мы можем сделать? При желании можно вот здесь вот еще один рельеф добавить. Вот такой же, тоже будет интересно смотреться. Выточку можно сделать более мягкой. И вот здесь, возможно, я буду добавлять себе выточку, но это для особенностей моей фигуры и посадки. Лучше это я уже буду потом смотреть, как будет получаться. А пока все вырезаю, для себя можем подписать середина переда. Разрезаю все на детали. По всем срезам делаем, конечно же, припуски на шов. Вот видите, какая у нас такая вот деталь получилась интересная. Посмотрим, как она будет смотреться. На самом деле, я просто, можно даже сказать, сейчас провожу эксперимент. Поскольку я всю очень много изделий, значит, мы с вами можем рассмотреть очень много разнообразных моделей. И для вас классно то, что вы сможете сразу получить уже, как бы, смотря на меня, визуализацию, да, как это визуально все-таки выглядит. Середина переда у нас будет сгибом идти. Сгиб. Здесь мы тоже отрезаем. Все. Вот мы разобрали с вами все на детали. Вот такие детали получили. А спинка абсолютно, абсолютно такая вот со швом. При желании мы можем здесь тоже нарисовать с вами какой-то интересный рельеф. Кто хочет, пожалуйста, конечно же, все рисуем, все делаем. Теперь все вырезаю с ткани. Раскладываем таким образом, чтобы по спинке у меня, в моем случае, будет эти шов. Длину я буду делать всего 95 сантиметров и плюс будет у меня подгиб еще. Делаем припуски по боковому шву, по линии проймы, конечно же, по плечевому срезу, по горловине я делать не буду. Теперь полочка буду раскладывать таким образом, чтобы по середине переда у меня был сгиб. Вот идет. Смотрите, я все-таки себе сделала еще одну вытачку, а вытачка, которая у меня вот так вот я соединяю, надеюсь, вам все видно. Вот так вот. Значит, вот эту сделаю чуть-чуть помягче. То есть вот этот вот фрагмент я вот так вот его и проведу, все как есть, с припуском на шов, естественно. А вот здесь вот я чуть-чуть вот на сантиметр вот так вот сделаю как бы помягче. Вот так вот. То есть выведу ее вот таким образом. И вот здесь вот я ее как бы компенсирую и заберу. Обязательно, что я буду намечать? Обязательно делаю отметку, надсечку делаю по линии талии, середина, по линии талии, боковая. Вот здесь линию талии и, конечно же, по спинке для того, чтобы совместить. Чем еще этот крой тоже интересен? Что мы с вами можем, допустим, вот у нас идет отрезная деталь, когда мы вытачку закрываем, да, вот у нас, видите, как будет идти линия горловины. При желании, если мы хотим, мы вот так вот срезаем средние детали. И что мы получаем? И мы получаем вот такую вот как бы как замочную скважину. Тоже получается очень такая будет красивая горловина. Соблюдение направления долевой нити соблюдаем, соблюдаем обязательно. И вот здесь вот, смотрите, вот я выкладываю, как оно есть, да, вот эта вот часть. Значит, как вот здесь вот соблюдать направление. Вот она у нас вот такая деталь была. Значит, я вот так вот немножечко только приподнимаю для того, чтобы сделать припуск. И на одну деталечку, и на вторую. Все-все вырезаем, сметываем, и первую примерку вы уже видели.